50 лет назад материнство было главной целью для женщины, но сейчас создание семьи не стоит в приоритете. Если ты не уверена, хочешь ли ты иметь детей, то как же принять правильное решение? Если выходишь замуж не за того человека, всегда можешь развестись. Если начнешь карьеру в нелюбимой области, уволиться и попробовать что-то еще. Переедешь не туда, снова соберешь вещи и найдешь новое жилье. Но ребенок будет находиться под твоей ответственностью по меньшей мере следующие 18 лет, а в действительности всю оставшуюся жизнь. Эти четыре ключевых вопроса помогут тебе решить, действительно ли ты хочешь иметь ребенка и готова к этому. Не позволяй личным обстоятельствам тебя отвлечь, когда ты пытаешься принять настолько серьезное решение, можешь потратить много времени, чтобы проанализировать свои финансы или суть ваших отношений с партнером. В конечном итоге это может отвлечь тебя от реальной проблемы. Лучше подумай о том, способна ли ты пожертвовать некоторыми частями своей жизни, чтобы уделять ребенку больше любви и внимания. Твое время на карьеру, хобби, друзей и секс вполне может сократиться, хоть многие пары находят идеальный баланс между собой и заботой о детях. Да, финансовый вопрос тоже нельзя обходить стороной. Согласно СМИ, на младенца в первый год потребуется около 90 тысяч рублей и немало времени, чтобы найти недорогую коляску, кроватку и прочие нужные вещи. При грамотном планировании, тем не менее, эта сумма вполне посильна, так что не стоит ставить крест на идею только потому, что цифра кажется нереальной. Ребенок заслуживает того, чтобы появиться в доме, где есть эмоциональная стабильность. Если ты находишься в сложных и запутанных отношениях, стоит отложить решение на попозже и постараться разобраться с тем, что происходит в твоей паре. Многие ошибочно полагают, что наличие ребенка поможет сблизиться. На деле же новый член семьи лишь увеличит количество стресса. Забудь про стыд многие женщины чувствуют себя одинокими и испытывают чувство вины, когда не могут решить, хотят ли стать матерью. В то же самое время больше половины беременностей в стране не запланированная. Кто-то осознает, что эта беременность просто нежеланна, а кто-то хотел бы ее отложить на попозже. В любом случае, ты не одна можешь испытывать подобные чувства. Еще одно популярное сомнение заключается в том, что ты не любишь играть с чужими детьми. Вдруг и своего не получится полюбить в полной мере. Многим хочется поскорее дождаться момента, когда ребенок станет маленьким взрослым, чтобы эгоистично удовлетворять собственные потребности в общении. К счастью, период младенчества пронесется очень быстро. При этом мы по-прежнему живем социальной жизнью. Хоть роль матери за последние сто лет значительно изменилась, всем хочется быть идеальным родителем. Зайди в любой книжный магазин, увидишь множество шкафов со справочниками и учебниками по материнству. Неудивительно, что нам начинает казаться, будто это слишком сложная задача. Но у каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. На самом деле любой может справиться с воспитанием своим способом. Определи свои страхи. Большую роль в твоей нерешительности играют страхи. Некоторые из них естественны и понятны, а с некоторыми стоит поработать. Наиболее распространенным является страх потерять партнера или отношения, которые портятся, а также боязнь пожалеть о своем решении. Некоторые страхи относятся к тому, что ты боишься быть плохой матерью, или что твоя физическая форма испортится за время беременности. Вместо того, чтобы игнорировать этот список, стоит понять, откуда эти опасения взялись. В твоей семье не хватало любви, или методы воспитания твоей матери кажутся неадекватными. Грамотный психолог поможет понять, что мешает тебе, взрослому человеку, двигаться дальше. Проанализируй, достаточно ли у тебя поддержки от собственной семьи, есть ли возможность привлечь к воспитанию родственников, дневную или ночную няню. Прими некоторые меры для улучшения ситуации. Может быть, стоит снять квартиру поближе к семье, или договориться с руководством о новом графике работы, чтобы иметь возможность подрабатывать во время декрета. Обсуди со своим партнером то, как вы видите воспитание ребенка. Кто в это будет вовлечен полностью? Кто возьмет декретный отпуск, или вы оба сможете разделить обязанности? Что он считает нормальным в методах воспитания, а что совершенно неприемлемым? Представьте несколько гипотетических ситуаций, например, если один из вас заболеет, что будет делать другой? Подумайте и о том, как можно улучшить отношения, пока ребенок не родился. Что бы ты ни решила, помни, что это твой выбор, тебе все равно придется выбрать. И это только твое решение. Ты не должна идти на такой сложный шаг только потому, что гинеколог в местной больнице посоветовал роды для выравнивания менструального цикла или избавления от окне, или потому что боишься потерять своего партнера. Пойми и то, что сейчас беременность не является обязанностью, если только ты не заключила брачный контракт с принцем из Саудовской Аравии. И, конечно же, стоит помнить, что многие женщины говорят о том, что полученные эмоции от рождения и воспитания ребенка стоят того, чтобы отказаться от некоторых областей жизни. Сколько людей, столько и мнений. И ты не обязана оправдываться за свое решение ни перед кем. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте отметку «Нравится». Благодарю за просмотр выпуска. Оставляйте комментарии к ролику. С вами была Алиса Иванова.